Сложно объяснить. Все, кто на пути и пробужден, они работают в принципе в одном направлении, просто разными инструментами. Как? Но суть одна и та же, что болезни они пробуждают еще больше и заставляют быть более безупречными. Мне бы хотелось обратную связь. Как вам игралось именно этот момент, что в результате вы были отвергнуты в роли? И как вам игралось, что в результате вы отвергли? Как актера вас это затронуло? Смотрите, как актера. Потому что роль стрекоза уже отвергали, не вас отвергали. Как актера вас это затронуло? Как актера вас затронуло? Играть можно до тех пор, пока ты безопасна. Ну, игра, она как бы вот получается и пока не оживляется, не начинает попахивать серьезно. Вот здесь, конечно, те ограничения в этом инструменте, да, что вы можете играть только там, где это безопасно. Потому что, ну, а безопасно это степень проработанности вашего тела. Но видите, если вы не прошли опыт смерти в Южной Америке, настраиваю, это, конечно, такой риск, это... Но видите, вы игроки, вы по складу характера авантюриста должны быть. То есть вам не должно нравиться, вот знаете, всю жизнь ждать. Ну, и как бы там потом, может быть, еще он рассосет. Некий такой авантюризм, вот этот риск, вот этот драйв. Да, очень страшно, в какой-то степени опасно. Но пройти это... Вот это вот получилось пройти, по крайней мере, вывести на такую фазу. Сильный-сильный-сильный страх. И вот сколько ты работаешь, работаешь. Ну, и как будто бы вообще потом, бац, какая-то ситуация, как будто бы вообще никогда не работался. Конечно, тоже сатсанги, я даже приостановился в какой-то степени их давать. Потому что вот я понимаю, да, что... Просто многие сейчас дают сатсанги, я думаю, ну вот если они дают, пусть они дают. Почему? Потому что я, когда вот говорю там на сатсанге, что я понимаю, что это в какой-то степени, знаете, обман, потому что им говорю, будьте здесь и сейчас. Но я же просидел пять лет в Тиру, в пещерах, и вот уже ребята видели, да, кто ездил. Я рассказывал, что там по двое суток сидел с перерывом на короткую ночь, пять-шесть, и меня потом опять колбасило там, да. И я же был и в Южной Америке, я же был и на Тибете, и причем везде же там не просто были какие-то плюшки с чаем, с блюдца пили. Там же у меня были такие серьезные испытания. И тут я им говорю, будьте здесь и сейчас, просто... Ну и они как бы словесно должны вот это все уловить и сделать. Ну и как эти выбросить там семь-восемь-девять лет, и у них это должно типа получиться, да, на вот это вот они услышали, и вот с моего типа благословения. То есть вот почему я не отрицаю, что нужно разговаривать, но поскольку я знаю методы, как я к этому пришел, не вот это бла-бла-бла, а он действительно переживет это все на собственном опыте. Независимо от пробужденности изначальной. Любой может, но только нужна работоспособность высокая. Можно сделать заодно воплощение в этой жизни. И вы же понимаете, да, у нас очень интенсивный вообще-то график с вами, внутренней работы. Ну и вот основной точкой, первой такой серьезной точкой является Тиру, Тиру Ван Малай. Там вот идет раскрытие, посвящение, а следующей точкой это нужно Южную Америку. И я понимаю, вот почему вот этот страх, он будет тормозить в этой игре. Ну, как бы, вот то, что он-то кажется реальным, вы все, вся какая игра, реально сейчас убьют, там, да, или вот что-то, да. Но у вас есть вечерняя практика, потому что, ну, утренняя вечерняя практика, по одному часу вы все равно можете максимально расслабить. Ну, не за один, а за два, за три, за четыре, за пять дней, за шесть дней, за девять дней. Знаете, у нас все-таки есть еще скайп ретриты. Совершенно другое дело, когда вот просто бла-бла-бла, и когда с полной ответственностью идти на скайп ретриты, то есть на такой консультационный ретрит, когда вы безупречно, опять же, настроены, и вот эта внутренняя работа. Я бы сам, ну, это же очень сложно поймать вот эти вот вещи, удерживать внимание, чтобы идти туда, а не опять раз там отвлечься на что-то, да, вот туда идти и использовать все возможные инструменты. Я вижу, как бы, вот когда она так раз, вот как ты увидела искрку, что это сознание играет роль для меня, чтобы я среагировал или увидел, что это сознание играет роль. Потому что, ну, я тогда был вот уже на грани, что я все-таки различал, ну, вот видел вот эту игру персонажей, персонажей, да, роли сознания играет. И вот это вот очень классный фактор, когда ты, да, теперь искорки не будут там рассказывать ни у кого, кто просит, но ты уже будешь видеть эту искру сознания, вот эту вот игру. Ага, ну-ка давай, 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 снова вовлекись и поверь мне, да. Ну-ка давай. И вот, бац, вот этот момент, да. Смотрите, мы сейчас нарабатываем опыт, вот этот вот опыт, как видеть игру в жизни, да. Энергетически я как-то вот подбадриваю, мне вот хочется вот, ну вот как-то вот так наведить, я не знаю, а мне жалко было изначально, вот я заметила это. И как актер нет, а вот как роль, я смотрю, как она играет, и мне так же жалко, ну то есть, она такая хрупкая. Нет, когда еще у тебя начали, я еще не могу ответить. И вот смотрите, это же сейчас, мы говорим о переносах, перенос. Тебе вообще-то по жизни кого-то жалко. Да. И ты переносишь эту жалость на всех остальных. И я опять подумала, и опять моя жалость. И опять твоя жалость, и смотри, и когда ты пожалела, ты была разваливающаяся. Да. Заметила, да? Что? Да, да. Ты еще даже сама пожаловалась, что у меня что-то там это, да, а потом что произошло с тобой? Вот когда появился этот голос? Потому что я опять почувствовала себе, что я опять жал, и вот эта моя жалость, меня же она и гурт, ну то есть, не дает мне силы, забирает у меня эти силы. Да. И ты прямо сейчас увидела это, да? Что она реальность. Ну, да, ну ты пока говоришь общими фразами, а вот более точно, да, тогда уже давай попробуем прояснить, что это тогда? Ты чувствуешь... Ну, превосходство, возможно. Вот эта вот значимость, что я могу, ну и вот начинаю... Которого не может быть. Да. Я беру вот ответственность. И вот смотри, превосходство. Что для тебя превосходство? превосходство, это, ну, опять же, знаю, знаю, вот, как надо. Да, знаю, как надо, но что для тебя превосходство? Потому что превосходство, это же защита, да? Вот ты, ну, и вот с этой позиции. Зачем тебе превосходство? Зачем я знаю, как? Чтобы не быть, опять же... Да, у нас же вот, допустим, в дистанционных играх там, раз коммент, и там игрок отвечает, я знаю, и поэтому я играю. Ну, то есть, вот, типа, вот такого... Вот что-то там тоже у этого, вот, как ты сказала, я знаю. И вот это превосходство, да? Да, да, да. Зачем оно тебе? Ну, это вот защита, видать, от жертвы, вот этой, чтобы не быть такой вот слабой, больной, и, ну, вот... И не приняла в ней больную, слабую, то, что ты не можешь вот в себе принять. Да, 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 это вот это вот... Ну, опять же, там жертвы и смерть идут. Вот. Смотрите, это анализ, который перенесся на роль. Вы сыграли. Ну, точно так же вы, ролевые модели, такие играете в жизни, согласно своим переносам, да? И смотрите, как еще мы не смогли подобраться. Ну, вы ничего не можете нового сыграть. Потому что мы же не близко по сценарию играли, а мы же импровизировали. То есть вы импровизируете согласно своим тенденциям и ролевым моделям, которые вы воспроизводите в жизни. Как мы в динамической группе с вами говорили, да, что через 16-30 часов люди начинают показывать себя в реале, как они взаимодействуют с другими. Ага, то есть энергия начинает течь. Да, вот энергия вообще-то, не то, что еще большая, а очень большая, и возможности какие-то раскрываются. То есть и все... Да, ну вот смотрите, как... Вот именно... Муамеги жалость привела к раку, к онкологии, да? Ну, а на твоем примере, Фортуна, мы видим... У тебя даже имя Фортуна, да? Что у тебя, на самом деле, очень большой поток энергии, который ты научилась сдерживать и подавлять, и разваливаться в силу этого, да? То есть поэтому... Ну, здесь, конечно, да, нужно пересмотреть. Вы знаете, вот такие вот вещи я тоже помню. Я же в динамической группе учился вести, то есть я проходил специальное обучение, и сам участвовал в этой группе. И как-то, как раз это было в Санкт-Петербурге, и одногруппник бывший, вот он тоже приехал туда. И нас собралось там несколько человек с нашего института, а он тихий алкоголик уже вообще-то. И вот он, значит, звонит, пойдем сходим туда, и вот, ну, я с ним ходил, ну, как вот его, типа, бросишь, да? Он же одногруппник бывший, он же это. И вот, ну, я-то не пью, ну, так, поесть, если что-то. И вот на динамической группе вдруг я обнаруживаю, что я вот из этого какого-то чувства отношусь с тем, с этим, с этим, с этим. А мне это вообще надо? Зачем мне это надо? Я не осознавал до этого, что вы делаете на следующий день, и я все эти отцепил. Мы это делаем, пока мы не осознаем. Как только мы осознали, мы способны изменить все. Смотрите, способны. Потому что, ну, кто-то может оттягивать какие-то вещи. А вот смотри, с другой стороны, то, что мы сейчас, то, что ты поступила не жестко, то, что ты там не бежала, это же была роль, которую брало сознание. Понимаешь, вот здесь вот, ты опять думаешь, ты как делатель это делал. Понимаете? Вот смотрите, все, на бесформенном уровне так мы уже не мыслим, что я что-то, это уже произошло, махло уже разлилось, сознание уже так решило. А ты как, что ты сейчас делаешь? Ты формируешь чувство вины? Да, 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 да. Да, да, да. Смотрите, вот эта тонкая вещь, все, что произошло, это была игра. Ну, сейчас кто-то же должен сыграть. Какая-то собака же хвост поджала. Иногда и вам придется сыграть такую роль. Это была роль. Это к тебе вообще никакого отношения. К тебе, сознанию, эта роль вообще никакого отношения не имеет. Это был сон, который тебе приснился, к которому была такая роль. Но вот относительно жалости в дальнейшем ты уже можешь выбирать. То, что прошло, ты уже это не анализируешь, но ты заметила, что там у тебя проявилась, может быть, жалость, и в дальнейшем ты выбираешь. Ты вот заметила, что там была жалость, и ты сыграла эту жалость. Ты сыграла через сознание, да? Но, вы знаете, когда приходит принятие, что, ну, вот так вот ты сыграла, как сознание, то вообще все проблемы уходят. И потому что делателя же нету. Есть сознание, которое играет все роли, а у сознания есть проблемы? Нет. Нет, да? И вот мы так постепенно выходим на отождествление себя с кем? С сознанием, с актером. С актером. А роли, да, тут были, есть и будут всегда проблемы в этой самсаре. Вы что, хотите в самсаре без проблем жить, что ли? В самсаре, она на то и существует, чтобы были проблемы и страдания. Дуальность. Вот это вечный конфликт. но, чтобы выйти из этого отождествления, нужно создать источник. Конечно, вот эта вот актерская игра и так далее, но это непременно нужны вот эти вот погружающие длительные ретриты, три года, три месяца, три недели, как вот в этом фильме, да? Чтобы вот вам тоже сказать, ты слишком долго там была. Но нужно утвердиться, а как там какая-нибудь микро-пюфельная, какая-нибудь вспышка, и уже там везде трубить, я знаю, кто я. Романа Махарши. У него вспышка была в 16 лет, но последующие, по-моему, 7 или 8 лет он провел в уединении в пещере в непрерывной медитации. Он стоял где-то там. Ну вот, я не знаю, был вот на этих уровнях, да? Вот здесь смотрите, вот даже если взять мой опыт, у меня была вспышка в 2007 году, я же уединился на 5 лет. Я тоже провел в этих медитациях, ну, как бы утверждается в этом, ну, знании тогда получается, да, себя. Но это, знаете, даже, как бы вот оно само захватывает, само захватывает. И вот оно, вот кто меня заставлял? Я вот просто сидел, и даже я в находку приезжал, я же просто уходил на сопку, брал с собой несколько огурцов, я помню, представляете, на весь день. Я помню, мама заходит, я сижу медитирую. Она говорит, ну, ты хоть ходил бы погулял там на улицу, что ли. Как-то я вот чувствовал, что, ну, чтобы их не сильно удивлять как-то, да, я уходил вот на ту сопку, на которую мы вот на 10-дневном ходим туда, да, прогуляться, мы однажды туда ходили. Я вот уходил на эту сопку и целый день там сидел. Я вот помню, наблюдал мир насекомых, что это целый мир у них там. Вот я мог целыми днями проводить вот таким образом. И там нет никаких усилий. Это хочется делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова